Приветствую вас, Алина. Я вот, знаете, подумал, первое, о чем я подумал, это то, что, может быть, ваш муж действительно устал. То есть это, может быть, действительно человек очень сильно устает. Это первое. Второе, это то, что нет совсем, совершенно нет никакой информации о ваших отношениях. То есть я хочу сказать, что вы совершенно не рассказываете историю вашей жизни, историю его жизни, историю ваших отношений, историю того, как вы стали вместе, как вы, собственно, познакомились, историю того, что между вами общего, историю того, что вы делали для продолжения отношений и так далее, историю того, какое место занимает интимная сфера вашей жизни в его жизни. Вот. Ничего этого вы не говорите. И немножечко это, честно говоря, настораживает, потому что вполне возможно, что вы не знаете или не придаете этому значения, но это важно. И если мы, грубо говоря, не будем этого знать, как мы сможем вам помочь в таком случае, каким образом мы сможем вам помочь, не знаю вашей истории. Вы говорите, что вопрос личный, и я с вами согласен, но было бы совсем здорово, если бы это был не просто личный вопрос, если бы это был еще вопрос, где вы могли бы раскрыть ту проблематику, что происходит в ваших отношениях, не говорить только про, например, ну, скажем так, при последствии, то, что вы описываете, вы говорите, что, значит, ему отсутствует желание, вот, чтобы вы не делали, не делали, это следствие от первопричины, она находится немножко в другом. Вот. Ну, соответственно, нужно искать здесь первопричину. Какая первопричина может быть? Вот то, что я могу вам вот так вот на скидку сказать. Значит, пожалуй, первое, на что хотел бы обратить внимание, это, наверное, близость, ну, вообще, близость, как таковая, наверное. То есть, если между вами есть близость, если бы между вами есть эмоциональная близость, доверие, вот, что это хорошо. Секс в таком случае является, ну, условно говоря, продолжением этой самой близости. Вот. Вот. Если близость была, потом она прошла, то секс мог пропасть по этой причине. По причине того, что, ну, близость исчезла. Это может быть хорошо, это может быть плохо, вам это, может, не нравится, может, нравится, но... Скорее всего, это вот то самое, то самое. Возможно, возможно, между вами были какие-то обиды, конфликты. Возможно, между вами были какие-то недопонимания с каких-то сторон. Не менее важным моментом является то, насколько ваш муж загружен в работу, насколько он хорошо и расслабленно себя чувствует. Ну, я имею в виду, я имею в виду, ну, в том числе психологически, вот. И это то, что очень важно. Самое, самое что, забота о душевном равновесии мужа, это не только ваша забота, но и его. И если, образно говоря, он этого не делает, если он не заботится о своем здоровье, если он не беспокоится о своем психологическом состоянии, то, ну... Вряд ли вы можете в какой-то степени ему помочь, потому что это ответственность самого человека. Ну, вы можете поднять вопрос, поднять проблему, да? Вот, и сказать о том, что, например, хочется вам. Вот, если вы находитесь в полном праве своем. Другое дело, что, условно говоря, если вас это вызывает, как то, что, например, то, что у него нет желания, если вас это вызывает, то я бы сказал, что вначале нужно научиться, научиться выражать вот эту вот боль, вот эти негативные эмоции, которые у вас, ну, которые у вас есть, которые у вас могут быть, да? Вот это вот, нужно выражать все вероятно, почему это сделать, нужно максимально адекватно, потому что в противном случае вы просто, ну, можете конфликт, ну... Развить до ссоры до достаточно серьезного негатива, вот, и намыкли это, ну, совершенно не то, чего вы хотели бы, вот. Безусловно говоря, наша задача найти ввязывающие, блокирующие факторы. Вот, и, пока что эти факторы не обнаружены, то мы просто будем их искать, если вы, конечно, хотите этого, если вы хотите найти что-то, если вы хотите, должны быть отношения с мужем, ну, для этого, конечно, требуется определенные усилия, усилия, и... С вашей стороны, что важно, это то, что с вашей стороны, страны требуется разграничение своих чувств, нацеленных на мужа, и чувств, нацеленных на себя. Да. Что-то, как бы, вот, есть разница, есть разница между этими двумя аспектами, есть разница между этими двумя моментами. Важно, чтобы муж чувствовал вашу поддержку, но не что-то вроде такого осуждения, не что-то вроде негатива, да, по отношению к, ну, к вам. Например, например, ой, по отношению к ним это все-таки с вашей стороны прячет. Вот, и, по отношению к ним это все-таки с вашей стороны прячет. Вот, и, ворот, это, но тоже не важно, потому что если их не будет чувствовать отношения, то, ну, по-большому, что-то, вот, проблемы не решится, да, только еще больше искупиться таким образом. Вот. Такая вот история, такая вот история. Поэтому, мне кажется, что ответы на все вопросы лежат в ваших отношениях. Просто нужно, как мне кажется, вам набраться смелости и увидеть то, что там находится. И если этой смелости вы наберетесь, если вы, например, доверитесь, доверитесь, допустим, психологу, вот, то я думаю, что у вас есть все шансы отношения сохранить, но не нужно привязывать все только лишь к физической стороне. Вот, потому что физическая сторона не всегда дает, ну, условно говоря, ответы на все вопросы. Может быть, конечно, физическая сторона, но это уже больше, скажем так, это больше индивидуальная работа, индивидуальная терапия больше. Ну, вот, с вами, потому что нужно больше информации. Вот. 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 Примерно. Такой ответ. Я могу вам дать. Я надеюсь, надеюсь, что вам все было полезно, надеюсь, что вы излечете для себя, для себя что-то полезное. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь, которая может послужить хорошим началом для совместной работы. Доак kasstай! До thous Q&A тв1 кх2 кх2 кх2له. Сумик.